Слава Украине! Приветствую от Павловского! В этом году в мире гораздо больше конфликтов, чем во всех предыдущих годах. Причем конфликты, то есть 183 конфликта одновременно, больше, меньше. Самая большая война, это не конфликт, это война при нападении России на Украину. Но есть и другие. И вообще очень интересные вещи происходят. Начнем, ну вот этот выпуск, он посвящен больше Южной Америке, но оно сразу нас оказывает влияние. И очень, очень, очень уж похожие вещи. Итак, я уже рассказывал, что неадекватный президент Венесуэлы, точнее диктатор венесуэльский Мадуро, которого очень любят путинисты, объявил две трети гайянской территории своей нищей помойкой. То есть он хочет, чтобы люди там жили в такой же нищете, как у них в Венесуэле. Я, в общем-то, рассказывал, что Ларчик просто открывался, он объявил своей нефтеносную провинцию именно Гайяны. Уже назначил там каких-то там, каких-то там исполняющих обязанности, всяких гауляйтеров и так далее. Завтра, вроде бы, будет последняя попытка найти какое-то примирение, хотя я не вижу здесь возможности найти какое-то примирение. Мадуро встретится на Сент-Висенте с президентом Гайяны. Ну, я не знаю, какой может быть там, какие переговоры и о чем могут быть, но он пускай попробует, конечно. Но когда у тебя требуют две трети государства, ну, вот как у нас Путин, да, перед нападением требовал какие-то сумасшедшие вещи. Понятно, что разговаривать было ни о чем и ни с кем. Вот, так и в той ситуации, ну, там разница в силах очень большая. То есть, если у нас с Путиным там, ну, да, в разы тоже разница в силах была. В разы. То там в десятки раз разница. Ну, потому что население одной страны, грубо говоря, около 30 миллионов. Население другой страны меньше одного миллиона. Вся армия Гайяны там состоит из одного батальона войск, кое-как вооруженного, и одного батальона ТРО. Ну, сами понимаете, что это такое. Все, больше у них ничего нет. Есть пять патрульных катеров и еще какая-то мелочь. Вот, что касается Венесуэлы, то поскольку они все-таки долгое время вооружали свою армию худо-бедную, то армия у них, ну, в десятки раз больше. И тут не совсем понятно. Ну, конечно, совсем понятно, что Гайяна противостоять в открытым вооруженном конфликте в Венесуэле не сможет. В то же самое время, вот, Гайяна сейчас обратилась к Великобритании. Она член Сотружества наций. Посмотрим. Кстати, это может, скажем так, отвратить частично Великобританию от помощи Украине? Может быть, нет, но, знаете, это лишний конфликт, он на руку Путину. Да. То есть, каким-то образом, конечно, Великобритания будет обязана помогать. Или же она будет решать этот вопрос Бразилии, чтобы Бразилия помогла Гайяне. Они, те же самые Соединенные Штаты Америки, пока ни рыба, ни мясо, ничего конкретного не сказали. Сказали только, что они уважают территориальную целостность Гайяны, очень с респектом к ней относятся и просят всех остальных делать то же самое. Но извините меня, с Мадуро должен быть другой разговор. Может, там и ведутся какие-то кулуарные переговоры, о которых нам неизвестно. Но все обстоит пока что крайне скучно. Но вот я думаю, что переговоры, может быть, чем-то завершатся на Сан-Весенте. Но, скорее всего, что Мадуро просто будет выкручивать руки. Просто выкручивать руки президенту Гайяне, у которого нет силового способа реального каким-то образом повлиять на много-много-много большую армию с авиацией и так далее. Ну, Гайяне этого всего в помине нет. Хотя, конечно, остановить ту же Мадуру довольно можно элементарно просто. Просто послать туда тот же Blackwater американский и так далее. И они, я думаю, вот они с армией Венесуэлы разберут ее довольно быстро на запчасти, пользуясь своими возможностями. Возможности в них хоть отбавляй. Так что подождем. Не все может быть так печально. В принципе, да, если использовать наемников, то все может быть, как говорится, с Мадурой. Кстати, все может закончиться не в пользу Дуры. Не в пользу Мадуры, да. Это первый момент. Ну, и второй момент, конечно, это Аргентина. У них с завтрашнего дня начинается шоковая экономика, честно говоря. Ну, вот этот Милей, который стал президентом Аргентины, с которым, кстати, у Зеленского прекрасные отношения. Вот он, они там друг друга поздравили. Он, конечно, красавчик, что в отношении Украины. Тут ничего не скажешь. Ну, как это все отразится на аргентинцах, которые привыкли, знаете, жить во многом за, не то что за государственный счет, но вот имея такие бесплатные вещи, как образование, как медицина, или во многом бесплатная. Как оно будет теперь, мне тяжело сказать. Почему? Потому что Милей сторонник абсолютной свободы частного бизнеса, абсолютной свободы, он будет ликвидировать гору министерств. Ну, если он будет делать то, что он обещал делать, он будет ликвидировать просто гору ненужных с его точки зрения министерств. У них много министерств, он оставит, по-моему, 4-5 штук, остальных под ночь пустит. Их вообще не будет. Как он говорит, за ненадобности, потому что они только мешают бизнесу. Возможно, это и поможет, я не знаю. Посмотрим, как это все будет. Он чистый такой либертарианец, и посмотрим, что из этого всего получится. Вот. Вот это он сделает, и посмотрим, как аргентинцы перенесут шоковую терапию. Он, знаете, его рассуждения похожи где-то там на рассуждения того же нашего Балашова. Вот такой вот оставляем. Хотя, в принципе, может, это и правильно. Оставляем налог, например, 5% с прибыли, извините, 5% с оборота, или 10% с прибыли. Все, больше никаких налогов нет вообще, что выбивает полностью какую-либо возможность для коррупции. Это может быть и правильно где-то. Я просто не просчитывал, я не являюсь экономистом, и не могу сказать, ну, вот такие, такого рода вещи заменят, все эти ПДВ, и так далее, и так далее. С другой стороны, тот же ПДВ, это кормушка, это вообще голимая кормушка для абсолютно всех мошенников, которые есть в той же Украине. Поэтому, ну, может, действительно имеет смысл. Вот, посмотрим, как, кстати, в Аргентине получится это все дело, или не получится. Вот, ему придется, конечно же, полностью менять налоговую систему, менять госбюджет, я так понимаю, если он хочет сделать все, что он хочет сделать, то ему придется менять абсолютно все. Потому что при старом госбюджете там Аргентины, ну, сделать его, какие-то сделать, скажем так, новое телодвижение просто невозможно, потому что надо выполнять старый госбюджет. В старом госбюджете там куча всех этих министерств никому не нужных, и так далее. В любом случае, эта вещь очень интересная, и посмотрим, как это выйдет на примере отдельно взятой Аргентины. Почему это интересно? Это не Гаяна крошечная, это не Люксембург маленький, да, там крошечный тоже. Это не какая-то мини-страна, где можно сказать, ну, да, это получилось, потому что страна маленькая. Населения там мало, и, собственно говоря, там всякие эксперименты проводить можно. Страна, вот, на которую мы, как Украина, можем смотреть, потому что она еще больше нас. О, нормально, да. То есть, если получилось у них, то получится со временем и у нас. Поэтому на этот эксперимент можно уже, ну, по крайней мере, с некой долей любопытства и сочувствия смотреть. Так что, нас ждет очень интересный год, если даже отлишься от наших дел скорбных военных. Увы, ях, война никуда не девается.